Телл Телл Геймс Становлением команды и пробой себя в разных способах подачи информации Из всего момента студия начала собирать силы для нового рывка И первой игрой стала Poker Night at the Inventory прямой сиквел дебютного проекта Телл Телл Техас Холдем Столبة скидantes, на которые опиралась концепция покер, от них ничуть не изменилась Напомню, что это прежде всего симулятор знаменитой карточной игры Но противниками против вас выступают уморительные персонажи Если в первой части соперники были типовыми, комичными образами, то на этот раз с нами за покерным столом сидят колоритные участники. Это и сумасшедший кролик Макс из Strong Bad с его грубыми, мизантронскими комментариями, и перекочевавший Хэви из Team Fortress 2, а также Тайка, сошедших со страниц комиксов Penny Arcade. Все персонажи верны себе, и каждый ход отмачивают какую-либо шутку, или просто отвешивают мощный комментарий по теме. Оттого и весело играть, и даже веселее, чем в предыдущую инсталляцию от Telltale Games. Графически все на уровне, механика с симуляцией не сбоит, и добротно эмулирует настоящих игроков. Играть весело вдвойне, и от этого советую к приобретению. В 1985 году режиссер Роберт Замекис породил на свет, на мой сугубо личный взгляд, самую культовую кинокартину. Разумеется, речь идет о фильме «Назад в будущее», в котором снялись Майкл Джей Фокс и Кристофер Ллойд. Кажется, этот фильм посмотрели все, от мала и до велика, а большая часть посмотревших после завершения трилогии в 90-м году желали только одного – продолжения. Шансы окунуться в магию фильма, в атмосферу комедии и приключений во времени. В 91-м году вышел 24-серийный мультфильм, продолжавший историю фильма, сконцентрировавшись на путешествии семейства Браунов во времени. Сериал закончился, и на долгие 19 лет ничего во вселенной «Назад в будущее» не создавалось, если не считать низкокачественные игры или совсем уж незначительные комиксы. Но в начале июля 2010 года стало известно о подписании контракта между студией Universe и Telltale на создание эпизодической адвенчуры. И тут же началась разработка. Самым сложным элементом во всех этапах был сюжет, и поэтому в качестве сценариста был приглашен саб Боб Гейл, создатель оригинального сценария. Сама целью было придумать события для игры так, чтобы они не противоречили каноничному фильму, но обязательно задействовали перемещение во времени и прочие элементы, показанные в картине. Когда разработчики получили разрешение на воссоздание образов персонажей от соответствующих актеров, то их тут же попросили выступить в качестве голосов озвучания. Правда, тут стоит заметить, что самого Марти Макфлая озвучивал другой актер, так как у Майкла Джей Фокса тембор изменился с возрастом, но второй озвучил других персонажей, родственников Марти. Основательно подогрев публику, первый эпизод вышел в свет 22 декабря 2010 года. И тут моментальное дежавю. Сюжет сразу давит на ностальгию, начиная с первых сцен из фильма, где осуществляется первый прыжок во времени. Но это оказывается снова Марти. Прошло уже несколько месяцев, а от Дока ни слуху ни духу. И вдобавок отец Марти начинает распродажу всякого хлама Эммета Брауна. И конечно события вмиг разворачиваются. И вот нам уже нужно мчаться в прошлое, спасать своего старого друга. Субтитры создавал DimaTorzok О сюжете больше ничего не расскажу, ибо спойлеры. Но можно сказать только одно. Он захватывающий, полный напряжения и неожиданных поворотов. С обязательными клиффхенгерами в конце каждого эпизода. После которых немедленно хочется узнать, что же будет дальше. А последний эпизод так вообще шедеврален и вызывает эмоции точно такие же, как и первый просмотр любого из фильмов трилогии. Что же по геймплее на части, то здесь Телтелу шагнули вперед в плане подачи. Катсцен стало в разы больше, они великолепно срежиссированы. Говорить с персонажами приходится чаще и помногу. Разумеется, вселенная «Назад в будущее» не про скрещивание предметов и тонны хлама в инвентаре. Марти прежде всего умен и умеет хорошо говорить. Поэтому и загадки в игре основаны на контакте с персонажами с редким использованием предметов. А для тех, кто застревает или просто желает насладиться сюжетом, предусмотрена кнопка советов о прохождении. Со всех ракурсов, на мой взгляд, Телтел справилась с задачей и буквально возродила на экраны без того нестареющую классику. Окунуться в мир любимой франшизы было приятно и увлекательно, а клиффхенгер в конце явно намекает на продолжение. Уходят слухи о 2015-м, но пока они не подтверждены. А вот судьба сиквела Pazel Engine решена была сразу. Первую часть приняли очень хорошо, публика жаждала продолжения и в первую очередь из-за желания узнать, что же произошло дальше. Агент Тетерс берет отпуск с работы и снова направляется в Скогинс, дабы остались неразрешенные загадки. Собственно, он оказался прав, и еще как. Клубок загоров, секретов и неизвестности придется распутать раз и навсегда. Да, именно этим игрок и будет заниматься попутно, как и в прошлой инсталляции, решать разнообразные головоломки. То сложные, то попроще, но все как один заставят поднапрячь мозг. А если лениво, то всегда есть подсказки за трофейные жвачки. В общем, механика игры совсем не изменилась, как и графический стиль. Но нового контента хватало. Таким образом, по The Legend 2 удостоилась пары наград, как лучшая игра-загадка и лучшая мобильная игра, так как была портирована на устройство Apple. Параллельно с анонсом Back to the Future The Game была анонсирована еще одна игра, а именно адаптация другого культового фильма прошлого – Парка Юрского периода. Его в 1993 году снял знаменитый Стивен Спилберг. И примечательная картина стала тем, что на время своего выхода была вехой в использовании компьютерных спецэффектов, отчего фильм поражал зрителей новыми ощущениями. Теперь уже спустя долгое время трудно удивить чем-то невероятным, поэтому в игре решили сделать ставку на сюжет и персонажей. Исходя из интервью, сюжетно предполагалось охватить промежуток после первого фильма. Также боссы студии Universal пояснили свой выбор разработчика. Исходным продуктом они хотели увидеть помесь экшена и адвенчуры, без стрельбы, но с высоким накалом страстей и событий. И заодно от того, что у Teltale удивительным образом получается сохранять дух первоисточника. А также фирменная эпизодическая система, как нельзя лучше подходила для подобного рода игры. Работа велась параллельно с выпуском игроадаптации Роберта Замекиса и несколько месяцев после, впоследствии отметив релиз 15 ноября 2011 года. Мне, не фанату франшизы, но знающего тему, было интересно посмотреть, каким образом игре удастся затянуть в себя. Фан-сервис в виде фирменного шрифта, куча отсылок и дословное повторение некоторых моментов фильма не могли меня отвлечь, и поэтому мой здоровый стремился прямо на геймплей, сюжет и персонажей. Но сперва отмечу, что атмосферу Jurassic Park Teltale передали максимально корректно и без грамма фальши. По сюжету, дабы не спойлер, я хочу сказать в общих чертах. Понравились диалоги, события, которые не заимствованы из кино, и конечно клиффхенгеры, написанные отлично и функционируют как нужно. Персонажи в истории не деревянные и вполне живые, и с хорошо прописанными характерами. Что же по геймплею, то тут разработчики совершенно неожиданно отступили от многолетней концепции квеста, полностью убрав ее как таковую. Но добавили огромное количество квик-тайм-эвентов, отчего игра стала сравнима с интерактивным кино. По духу она получилась очень близка к Фаренгейт и Хэви Рейн, но по исполнению все же отстает от них. Тут Teltale не ошиблись в выборах механики. Игра получилась линейной, но насыщенной экшеном, правда зачем-то прерываемой загадками и исследованиями уровней, без возможности двигаться. Что же по графической части, то здесь сделан акцент в сторону фотореализма, который выглядит весьма сносно для адвенчуры, но не как для интерактивного кино. В итоге игра получилась спорной, есть плюсы и минусы. Для меня минусов получилось больше, так как я не фанат. Отчего можно сделать вывод? Jurassic Park достоин внимания только любителям динозавров. И все, что с ними связано. Вслед за Юрским парком последовала игровая адаптация знаменитого сериала «Закон и порядок». Готовилась она в содействии с NBC, которые консультировали разработчиков в мелочах. В итоге Teltale сделала ход конем, использовала некоторые наработки для CSI, которые не позволили добавить Ubisoft в серии своих игр. Как оказалось позже, механика в Law & Order Legacy окажет влияние на дальнейшее творчество. Закон и порядок аналогично предыдущим проектам выходил эпизодами, первый из которых появился в конце декабря 2011 года. В своей новой игре девелоперы мигом решили вопрос скучности диалогов CSI. Здесь нужно внимательно слушать каждое слово, каждое предложение, чтобы в дальнейшем привести их как доказательство лжи или правды. Во время разговора всплывает окно с вопросом и вариантами ответа. И тут уже нужно вспоминать, о чем вы говорили и не противоречит ли свидетель сам себе. Это вроде бы мелочь погружает в процесс не на шутку. Плюс ко всему есть возможность ошибиться. И при трех страйках можно попросту провалить дело и начать эпизод заново. В ходе игры также предстоит обыскивать место преступления. Но так как мы не криминалисты, то и иметь дело со скучными лабораториями не придется. У игры открывается второе дно, когда дело доходит до зала соседания. Здесь добавляются весы и в ходе допроса свидетелей нужно всячески склонять присяжных на свою сторону, задавая правильные вопросы, обоснованно протестовать и всячески вставлять палки в колеса оппонентам. Плюс ко всему на фоне развивается добротный сюжет с неожиданными поворотами, загадками и полной неизвестностью как таки закончится дело. Причем результат зависит от игрока. И это здорово. Вкупе с необычным графическим оформлением, с применением целшейдинга, и разумеется воссозданием атмосферы сериала, игра получилась хоть и на любителя, но на приемлемом для нее уровне. Да и на три головы выше последнего CSI от тех же создателей. А на сегодня у нас все. Напоминаю, что в группе ВК до сих пор идет розыгрыш третьего сезона Сэма и Макса, который продлится до 26 числа. Делайте репост, вступайте в группу и ждите. Новый выпуск истории Тел Тел выйдет уже в 2015 году и с новым конкурсом. Чтобы не пропустить его, подписывайтесь на канал и ставьте пальцы вверх. Они очень важны, ведь только они определяют качество ролика, и мое желание дальше радовать вас. Историю вспоминал с вами Гэбриэл Ламберт. И я с вами не прощаюсь, лишь говорю до скорого. Редактор субтитров А.Семкин